Всем привет, друзья, с вами Райзум. Карнавал душнины на моем канале продолжается, сегодня я вам покажу очередной грязный душный матчап, это ящеры против вампиров. Играться этот матч будет на замечательной карте башня Хаэта. За ящера людов играет сверхразум, против него за вампиров играет танк. Давайте мы сначала рассмотрим с вами идею и билд сверхразума. Итак, сверхразум, как вы видите, решил играть от коробки. Внутри защитного строя у него стоит маг-жрец сланов с высшей магией. У него стандартные довольно для него заклинания, изгнания, щит древних, есть буря, потому что воздух вампирский здесь ожидается обязательно, и воздух нужно контрить конкретно от танка. 100% сверхразум ожидал танковского билда и вот этой вампирши смерти. Очень здесь опасный лорд, который является одним из ключевых в армии танка и в его билде. Вот буря, замечательно его будет ловить. Есть, конечно же, апофеоз для того, чтобы хилить. Апофеоз этот и буря взяты под вот этих ребят. Два катля. Катля можно набросить, например, бурю на вампиршу смерти и попытаться ее завалить. Или бурю на варгейстов, если здесь будут они, например, тоже. Или на нетопыре, если их совсем толпа соберется, бросаешь, убиваешь. Из интересного, вот, как я уже сказал, два катля. Катля довольно редко мы сейчас видим, при этом это замечательный, очень хороший юнит, который стоит не так уж и дорого, но может показать себе эффективно. Чем он нам интересен? У него есть два заклинания. Малая цепь молний и молния уранона. Из того здесь четыре залпа молний, молниями есть у сверхразма. Плюс, как видите, катль может один на один, я думаю, вполне может подраться с вампиршей смерти и замучить ее. При том, что, если что, здесь маг Жиэтсланов поддержит хилом. Дальше мы с вами можем увидеть коробочка, состоит из храмовой стражи. Здесь же есть цинки-застрельщики, которые нужны будут чуть позже для того, чтобы отгонять синглов противника. Или, например, магичку, бросается здесь сразу взгляд на Гашу, видите, и просадил танк вождя сцинков практически моментально. Вампирша смерти несет огромнейшую угрозу для вот этих ребят, для всадников на террадонах. Если каким-то образом сверхразум заткнет вампиршу, он здесь, по сути, наполовину выиграл бой. Потому что вот эти ребята с воздуха просто убьют Гельмана Горста и убьют какого-нибудь Некроманта, и там уже дело техники просто постепенно, медленно убить вампира. Поэтому, естественно, танк как можно сильнее старается контролить вампиршу смерти и не давать ее в обиду. Вампирша смерти будет бросать, вот видите, похищение души. Похищение души замечательное заклинание не только против синглов, но и против маломодельных крутых юнитов. Такие, как вот всадники на террадонах или, например, против кавалерий. Смотрим билд танка. У него довольно стандартный для танка билд. Я его часто от него вижу, и это тот билд, который мне и Войт советовал. Это билд как раз-таки против коробочек. Видите, была брошена буря здесь, но далеко к атли, поэтому на буре поймать не удалось. Что в этом билде против коробочек мы с вами можем увидеть. Пока вампирши, вампиры будут идти, и здесь будут происходить безумные, безумные, безумные догонялки, и я думаю, я вам все успею 10 раз еще рассказать, потому что здесь и сейчас все не решится. Это очень долго продолжается, поэтому этот матч довольно душный. Итак, есть Горст. Горст. Дешевый лорд, обмазавшийся заклинаниями, может взламывать коробки на раз за счет своей ауры осквернения реликвария. Убить его тяжело, у него дофигища здоровья, у него куча оригена, и поэтому он является очень опасным. И убивать его не всегда выгодно, потому что он дешевый. Из интересного здесь есть призыв Стражи Могил. Тоже довольно классное заклинание, но я не уверен, что танк успеет его применить, потому что пока он дойдет, из него выманят там кучу хилов и кучу взглядов на Гаша. Но, как на всякий случай, заклинание это, конечно, хорошая вещь. Дальше вы можете увидеть Кормчий и Стража Могил. Интересный выбор Кормчий. И обычных Стражей Могил нет. То есть, ладно, я скажу так, это не совсем прям точь-в-точь билд, который я видел, потому что я видел вместо Кормчих, например, и Скелетов, Стража Могил с тяжелым оружием, для того, чтобы они прошибали, например, Храмовую Стражу. Но здесь у танка чуть другой билд, у него больше выживаемости, как я понял. Даже не знаю, для чего именно конкретно здесь понадобились бы Кормчий. Можем пока посмотреть. Обстреливают бедного Горста. Убежала вампирша смерти. Максимально далеко ее Катли прогнали. Но так как танк здесь развалил вождя с цинков и просадил очень сильно всадников на Тарадонах, они быстро уже Горста убить так не сумеют. Естественно, здесь есть Некромант. У Некроманта есть часть заклинаний, потому что нельзя все заклинания давать одному Лорду, его могут завалить, ты останешься без заклинаний. Поэтому у Некроманта есть призыв, пляска смерти, плюс посох для того, чтобы регениться. Есть два замечательных Варгульфа. Эти Варгульфы нужны для того, чтобы убивать сингл-юнитов. Они наваливаются на синглов. Будет здесь Динозавр, Ковчег Сотека или Лорд. Вот этих ребят они на раз разваливают. Также здесь есть Ужасы из Склепа, которые прячутся внутри зомби и скелетов и наносят огромное количество урона. Их 4 штуки, 4 отряда. Они обладают большой массой, поэтому они могут запирать кого хочешь и довольно круто драться. Если их еще не будет фокусить, то они нанесут огромное количество урона. Очень такие серьезные-серьезные ребята. Гельман Горс пока прячется. Итак, я вам все рассказал, все дал и наконец-то у нас танк дошел до сюда. Как вы видели, сейчас Вампирша Смерти не дает покоя вообще никакого ящеру. Она душит уже второй отряд всадников на Тарадонах и ничего сейчас не может сделать Сверхразум, к сожалению для него. Возможно, его идея была в билда была как раз в том, что одного Каатля, по-моему, можно послать на Вампиршу Смерти и гонять ее. Но как-то здесь танк, видимо, на опыте или на хитрости, но здесь смог выразить из этой ситуации и одним воздушным юнитом, посмотрите, одним воздушным юнитом, он отбил все воздушные преимущества сейчас у Сверхразума. Офигенная была молния, вы видели сейчас? Это была молния у Ранона. Я чуть-чуть ее не пропустил на фоне. Замечательное заклинание, которое Сверхразум тут решил использовать против Гельмана Горста и снял ему приличное количество ХП. К сожалению, я точно не успел увидеть какой, но мне кажется, что здесь больше 500 точно, мне кажется, что 700 ХП, наверное, здесь было снято. Такой солидный кусок от полоски был убран. Но я думаю, Сверхразум тоже увидел эффективность этой молнии, соответственно, он еще раз бросит, должен бросить, по крайней мере, у него 4-3 осталось таких молний. И мы увидим, если действительно эти молнии так бьют по Горсту, это прям, ну, новая мета. Отличная идея, не знаю, где, сам он ее придумывал или где-то посмотрел, тем не менее, замечательная идея гасить именно коляску молниями халявными, которые здесь есть. Горст сильно от этого страдает. Катли сразу прыгает на Горста, у него осталось мало ХП, Капригена практически уже достигнут и решает Сверхразум пойти, видимо, вабанг, рискнуть и пробить Катлями Горста. Застревает чуть-чуть одним Катлем, Горст, конечно же, на себя бросает ХП и танк делает очень интересную вещь. Посмотрите, он собирается толпой, бросается еще одно молния всей толпой. Но у Сверхразума есть же АОЕ заклинание. Бросается молния, в этот раз не так уж сильно, по-моему, попало по Горсту, хотя он, конечно, здесь регенится и Капхила у него довольно значительный. Бросается АОЕ заклинание, это может быть или изгнание, или цепная молния. Цепная молния проходит, сейчас убьет всю массу танка. Танк, конечно, довольно опрометчиво рванул всей толпой, видимо, совсем расслабился уже. Ну, дошел, дошел, погнали всей кучей просто на врага навалился. Бросается еще одна молния в Горста-Горста, видите, обстреливать пытаются. Бац! Ну, довольно неплохо. В этот раз, кстати, не так сильно бьет, как в тот раз. Сейчас, видимо, тут нужно еще удачно попасть, потому что она, по-моему, несколько там ударов делает, по-моему, 4 удара, да, эта молния. И все, если каждый из 4 ударов нанесет, хотя нет, я, наверное, придумал 4 удара, это я еще придумал. Ну, я не помню, честно, характеристики этого заклинания, потому что его довольно редко вижу, как применение против юнитов, его обычно берут против артиллерии, чтобы убивать модель. Вот поэтому на урон конкретно я не смотрел. Но, как видите, довольно эффективно он себя показывает. Единственная, конечно, проблема сейчас для сверхразума заключается в том, что его пехота пока гибнет. Посмотрите на вампира. Что делает вампир? Даже несмотря на то, что он собрался огромной толпой, тупо блобом, даже не заморачиваясь, встал под огромное количество молний, заклинаний, под все, у ящера еще возникают значительные сложности для того, чтобы... с тем, чтобы этого вампира победить, потому что танк вначале довольно успешно выиграл воздушную битву. Ну, как... да, можно считать, он выиграл, он завалил и вождя сцинков, и два отряда всадников на Тарадонах, при этом его вампирша не пострадала. Зато сверхразум смог сейчас расправиться с горстом, смог заклинаниями кучу мяса вампирского убить. Да, он убил зомбей, но убийство зомбей здесь, конкретно сейчас, в этой ситуации, очень важно. Почему? Потому что зомби являются препятствием для убийства ужасов и склепа и варгульфов, да, потому что когда ужасы и склепа забегают драться со стражей звездной палаты, стража звездной палаты постоянно будет отвлекаться на зомбей. А сейчас, когда зомбей нет, стража звездной палаты и вообще храмовая стража будет бить очень больно ужасов и склепа и намного эффективнее с ними сражаться. Танк, как видите, постоянно контролит вампиршу смерти и вообще ничего не дает с ней сделать. Ее невозможно здесь поймать, вообще никак не получается, тупо не получается. Поэтому сверхразум сейчас бросает это дело и переводит своих катлей сюда, в бой. Убивает сейчас сверхразум некроманта, очень важная деталь, потому что некромант обладает законанием призыва, а призыв вызывает зомби и скелетов, а как я вам уже говорил, дополнительная масса здесь до вампира важна. В вампиры еще остался замечательный отряд, кормчий, остался пак зомби, еще можно попрятаться. Есть еще два варгульфа и с этими варгульфами придется что-то делать. Очень неудобно, как вы видите сейчас, с цинком-застрельщиком стрелять по врагам. Казалось бы, противники довольно высокие, да, стреляй не хочу, но некоторые здесь, видите, обладают, горят красным значком, это значит, что они не могут стрелять из-за препятствий. Большая, большая накачанная спина слана мешает им атаковать варгульфа. Вот такие дела, бедовые. Варгульфы сейчас пытаются убить мага-жица слана, и правильно они это делают, потому что маг-жица слана обладает спас-броском и заклинанием, спас-броска обладает заклинанием лечения, которое здесь поможет катлям, например, эффективно сражаться с противником, плюс убийство лорда поможет мораль сбить, поэтому танк решил во что бы то ни стало просто завалить мага-жица сланов. Очень сильно дрогнула мораль у мага-жица, он обладает не такой уж большой защитой, на нем должен висеть яд, если по нему попадут, короче, ему довольно грустно, хотя яда я сейчас не вижу, может я тут ошибся насчет яда, но в общем, по горбине он получает, как видите, только так. Но тем временем, конечно, ящер пытается вытянуть. Вытянут этот бой, спасает сейчас мага-жица сланов, он уходит, а возможно, танк попытается сейчас переключиться и просто его добить, потому что медленный все-таки маг-жрец, скорость всего 34, Варгульфа, скорость 80, довольно быстрый монстр, да? Очень-очень быстрый монстр, поэтому можно догнать, накидать по смене и потом уже драться с противником. В чем сейчас сила и последняя надежда сверхразума на победу? Даже у него два, два есть фактора. Это количество снарядов у стынков-застрельщиков, тут еще приличное количество снарядов, это значит, можно застрелить одного Варгульфа и, например, замучить вампиршу. И это два Каатля. Ну, двух Каатлей нужно реализовать именно тогда, когда расправишься с каким-нибудь одним Варгульфом. Посмотрите, как больно сейчас подставляет своего Каатля сверхразум, попытается он взлететь, и по идее взлететь он должен, потому что перед ним препятствий никаких нет, сажает второго Каатля, успевает в последний момент отконтролить и не сесть вниз, потому что этого Каатля, мне кажется, бы тоже забрали. Сейчас Стража Звездной Палаты и Сцинки-Застрельщики должны остановить вампиров, да, и дать Каатлю взлететь. Используют атаку сверхразум для того, чтобы за счет чаржа улететь. И используют атаку для того, чтобы за счет чаржа назад прилететь. И сейчас, возможно, еще и по морде получить. Но здесь, смотрите, очень сильно Варгульф просел. Стража Могил, короче, пока что мешает Сцинкам обстреливать. Хотя нет, не особо и мешает, смотрите, Сцинки игнорируют здесь маленьких юнитов, которые бегают рядом с ними и обстреливают противника. Умирает один Варгульф и практически умирает один Кааталь. Ну, по сути, уже 400 ХП. 100, считайте, он выключен. Здесь осталась Вампирша и здесь остался Варгульф против снарядов Ящер. Очень-очень хреновая ситуация для сверхразума, потому что он на грани того, чтобы проиграть просто по полоске. У него по самим юнитам, конечно же, еще есть шанс победить, потому что у него есть выстрелы. У Вампирши Капхила, 2 300, здесь 2000 ХП. Атака, у Вампирши атака посильнее, но у Каатля посильнее защита. Нужно, нужно стрелять, пытаться стрелять. Если удастся сейчас Вампиршу застрелить, Вампирша садится вниз сейчас, не собирается драться до конца. Интересно, танк решает не добивать Каатля, а пытается помочь своему Варгульфу. Пытается его освободить и попытался прогнать Храмовую Стражу здесь. Ну, не знаю, насколько это прям правильное решение. С одной стороны, да, танк был вынужден сюда сесть, потому что Варгульфа расстреливали. С другой стороны, он не подрался с Каатлем, хотя, может, и не стоило драться с ним. Тут, конечно, вот выбор в конце очень важный, очень тяжелый. Но посмотрите, что сейчас происходит с Вампиршей смертью. Как ее бьют. Ее окружила Храмовая Стража. Из-за низкой массы Вампирша просто не может выйти, и Храмовая Стража порубила ее на кусочки. Все-таки преимущество против крупных, плюс бронебойка. Это вам не шутки, там же было 24, по-моему, модельки. Умирает Вампирша просто на ровном месте, а Катль здесь даже садиться не собирается. Тем не менее, Варгульф все еще несет угрозу. Эта героическая Храмовая Стража держится на последнем... Не знаю, на последней силе воли просто уже выдерживает этот бой. Да, ее пугает здесь Варгульф, но эта Стража, по сути, уже затащила, практически затащила игру, и Полоска нам сейчас говорит, что теперь преимущество на стороне Ящера. Тут, конечно, танк мог бы сейчас еще как-то здесь прокнуть ужас, наверное, чтобы все эти ребята разбежались, но есть Катль, есть Катль с Чаржем, который может спину, мне кажется, довольно высокий урон нанести, плюс, вот видите, два отряда с выстрелами. Они разбегаются, они могут стрелять на ходу, они и будут стрелять на ходу. У Варгульфа довольно низкий показатель брони, поэтому эти ребята, не обладающие бронебойкой, все равно будут наносить довольно серьезные повреждения Варгульфу. Плюс, они из близкого расстояния не мажут, должны хорошо попадать по Варгульфу, поэтому ХП все равно будет улетать. Даже если бы здесь была бы броня, ХП бы все равно улетала, не в таких количествах, но улетала, потому что точность, точность здесь важна. Поэтому вот эти плеватели, и более дешевые, и более дорогие, они все равно очень сильны, когда дело доходит до обстрела вот таких целей. Как всякие сингл-юниты, лорды, герои или монстры. У Варгульфа 1400 ХП, Каттель прыгает ему в спину, хороший урон наносит, 900 хитпоинтов, просто сбивает всю мораль в ноль, и Варгульф распадается, и сверхразум просто на грани, на абсолютной грани выигрывает. Ну, я могу сказать, что это очень крутая идея с молниями уранона. Первый раз ее видел, возможно, эта идея и эта фича стара как мир, мне про расскажут. В своих кастах и в играх вообще, которые я на стриме видел, я первый раз увидел именно такое применение этой молнии. Обычно, как я уже говорил, ее берут для того, чтобы убивать модельки артиллерии. Издалека. Маленький дешевый сцинк бегает, стреляет, взрывает арту там гномам, империи и всяким другим фракциям, которые любят артиллерию. А здесь она хорошо себя показала против колясок, против горста. Интересно. А если взять мага с этой молнией, может он тоже, ну, как я говорил, дешево, может он даже окупится и будет шотать там, ну, не шотать, а мучить некромантов и горста. Интересная вещь, надо бы как-нибудь проверить. Давайте по value сейчас. Тысяча. Тысяча, тысяча, две, пятьсот, офигеть, тысяча семьсот сорок. Крутые ребята, восемьсот, шестьсот, тысяча сто пятьдесят. Ребята, по-моему, стоят четыреста, да, четыреста пятьдесят. Всадники на Тарадонах даже успели окупиться, несмотря на то, что вампирша тащила как могла две шестьсот и тысяча семьсот. Солидно. Горст, тысяча триста. Ну, здесь от некроманта урона не ожидали мы. Вот, смотрите, вампирша одна, две четыреста. В этом матчапе очень сильный, очень важный юнит. Если ты законтришь вампиршу, играя за ящеров, то ты здесь, по сути, выиграл бой. Но законтрить ее тяжело, если противник будет ее контролить. Грустно за мясо танков. Одной из главных причин, да, я думаю, вы уже заметили, почему танк здесь проиграл, потому что он наломился. Не знаю, почему он наломился. Он является очень опытным игроком. Но, возможно, здесь конкретно он подрасслабился и решил, что и так, и так сойдет. Налечу толпой, блобом. Ну, и за этот блоб его сильно очень наказали. Притом, что сверхразум выиграл с большим трудом. Вот, представляете, если была бы куча зомби, которая шире шла, и куча скелетов, которые бы вязали там со спины, что бы произошло? Потому что зомби могли прогонять вот этих ребят. Они и должны были прогонять этих ребят. и не давать им стрелять и набивать вэлью. Вот одна из главных их тут ролей. Ужасы в итоге не окупились, потому что не было пехоты, чтобы их спрятать. Ну, варгульфы тащили как могли в конце. Вы сами видели серьезный классный юнит. На этом все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в следующих кастах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok